Привет, просветители! Никаких долгих вступлений, сразу же к новости. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается обязать студентов-бюджетников отрабатывать три года по распределению, а в случае отказа, возмещать расходы государства на обучение. Бюджетники, а в целевиков превратиться не хотите ли? Авторы инициативы предлагают осуществлять прием студентов на бюджет с условием, что они заключат соглашение о дальнейшем трудоустройстве по получаемой ими квалификации. А я без мамы это боюсь подписывать. Вопрос о работе выпускников-бюджетников в случае принятия закона должен будет решаться не позднее, чем за 4 месяца до окончания обучения. Распределением будет заниматься специальная комиссия, созданная руководством учебных заведений, говорится в законопроекте. Вы думали, что здесь не будет специальной комиссии? Серьезно? Вы в первый раз на этом канале? Ну и если вы все еще живете в мире розовых пони и радужного мороженого? Осуждаю. Мы на этом канале исключительно за традиционные ценности. Водка, медведи и балалайка. И грешным делом решили, что студентов обеспечат работу недалеко от дома, то как же я вам завидую? Для отдельных категорий студентов-бюджетников в документе предусмотрена возможность распределения по месту жительства. Так получить работу рядом с домом смогут инвалиды первой и второй группы, те, у кого есть родственник с инвалидностью, беременные женщины и их супруги, а также родители детей до трех лет. Так, ты не инвалид, жена не беременна, детей, насколько я понимаю, тоже нет. Ну что ж, дружок, добро пожаловать в Нижние Валуйки! В смысле, где это? Там же где и верхние, только снизу. Как же приятно делиться для разнообразия и хорошими новостями. Сегодня как раз тот самый случай. Прямо сейчас на сайте Skillbox действуют суперскидки до 60% на майские праздники. Вы сможете выбрать подходящий курс из более 70 актуальных профессий и курсов по направлению программирования. Есть курсы и для новичков в IT, без знания и опыта, и для специалистов, которые хотят повысить свой скилл. Одно из главных преимуществ – курсы построены так, чтобы максимально приблизить вас к опыту реальной работы. Более 70% программы составляет практика. По окончании обучения вы гарантированно трудоустроитесь или вам вернут деньги. Карьерный центр поможет составить резюме, подберет вакансии и организует собеседование в топовые компании. При оплате большинства курсов можно воспользоваться рассрочкой и внести первый платеж через 3 или даже 6 месяцев. А если вам тяжело определиться с курсом, не волнуйтесь, опытные менеджеры Skillbox помогут подобрать подходящее направление. Специально для моих подписчиков по промокоду ОСТАПОВ2 действует скидка 60%. Оставляйте заявку прямо сейчас, пока действует акция. Чтобы узнать все подробности и воспользоваться скидкой, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Естественно, предложение об отработке тут же вызвало максимально противоречивые отзывы. Одни кричали про возвращение крепостного права. Кстати, отмена крепостного права 1861 год. Что? Ну должен был я хоть где-то блеснуть своими знаниями истории. Вот. Блеснул. Другие радовались. В школе, наконец-таки, учителя появятся. Действительно, это же единственный и очень действенный способ привлечь молодежь в школу. Рассмотрим аргументы и тех, и других, но сначала стори тайм. Возможно, вы не знали, но я тот самый студент, которого распределили. Почему-то это звучит так, как будто я сейчас сознаюсь в чем-то постыдном. Из серии «Я люблю курагу». В комментариях меня достаточно часто спрашивают. Павел, а зачем вы поступили в педагогический? Думаю, ответ вас поразит, но я хотел стать учителем. Да, знаю, звучит странно, но что вы еще от меня хотели? Более того, я и после практики не изменил своего решения. И после года работы в школе все еще был уверен, что сделал правильный выбор. В общем, я тот самый товарищ, который как в 11 классе определился, так и потопал по дороге унижения, бедности и призвания. Я учился в Московском государственном областном университете, том вузе, который обеспечивает педагогами все Подмосковье. Русский район? Привет. И особенность моего универа – каждый студент вместе с дипломом получал листочек, на котором было написано, какая школа его ждет. В смысле, коллекционная? То самое распределение, но все было исключительно добровольно. Хочешь – вперед, не хочешь – назад или куда там тебя душа зовет. Я уже тогда, в том нежном возрасте, понимал, как работает распределение. Плохо оно работает, плохо. Поэтому заранее решил обман... Эээээ... Поработать системой и обратился в центр занятости своего района. Чувствую себя таким деловым. Узнал, в каких школах требуется учитель русского языка. Спойлер. На тот момент заявка была одна. И сам направился на собеседование. Все прошло отлично. Директору я понравился. А могло быть иначе? И она уверила меня, что во время вручения дипломов я получу листочек с названием именно этой школы. По логике построения сюжета, дальше я должен заявить, что все пошло совсем не так. Ну, знаете, конфликт. Главный герой преодолевает трудности. Но нет. Куда хотел, в деревню. Туда и попал. В деревню. Чего не могу сказать о своих одногруппниках. Что? Живешь в русском районе? Ммм... А твоя будущая школа в Нарафанинске. А я откуда знаю, как туда будешь добираться? Какое еще жилье? На электричках. Двух. И к восьми часам. Ну или квартиру с ними. Да, при зарплате 18 тысяч. Молодежь такая неблагодарная. Первое, что мне приходит в голову, когда я слышу про обязательную отработку, это студент-отличник, очечки, красный диплом. Будто себя описываю. Перспективы, энергия. А его отправляют в деревню. В общем, на карте вы это название не найдете. В школу с единственной интерактивной доской и съемную квартиру. С туалетом на улице. Внимание, вопрос. Как быстро наш молодой специалист бежит оттуда? Внимание, ответ. Ну, через три года отработать-то нужно. Ты государству должен. Знаете этих потрясающих специалистов в самых разных сферах? Которые дорабатывают до пенсии, ждут выслугу лет. Ну вот буквально до декрета посижу и все. Вот нам определенно нужно побольше таких людей, которые просто просиживают штаны. И при этом ненавидят и себя, и всех окружающих. Ведь работать из-под палки это так круто. Особенно если твоя профессия подразумевает постоянное общение с людьми. Девушка, да подождите вы со своим срочно. Видите, ролик записываю. Приходите завтра. Нет, спорить не буду. Это, конечно, безумно хитрый план. Не повышать зарплату условным учителям, а просто заставить выпускников в школу топать под угрозой штрафа. Не знаю, как вы, а вот я вообще не сомневаюсь, что именно это поднимет наше образование с колен. Тут главное всем участникам образовательного процесса попытаться успеть за внезапно стартанувшим образованием. Естественно, некоторые люди сразу же поверили, что вот теперь-то молодые специалисты не будут сталкиваться с постоянным. Без опыта не берем. Тут тебе и гарантированная работа. Кто-то рассчитывает на бесплатное жилье. Деда Мороза не существует. Просто на всякий случай решил уточнить. Ну, раз мы здесь о сказках рассуждаем. Только все это добро упирается в один маленький, я бы даже сказал, малюсенький такой моментик. Работать ты будешь там, где никто не хочет. Поэтому там и вакансии для человека без опыта. Ну, либо это целевое обучение. Но оно у нас и так существует. Знают ли об этом депутаты? Ну, конечно же знают, они же профессионалы. Вообще люди, которые просто пищат от восторга. Теперь работа будет для всех. У меня к вам вопрос. А вот что вам мешает прямо сейчас отправиться на заработки в зеленое запрудье? Зарплатой 15 тысяч. Там и сейчас вакансии есть, не сомневайтесь? Нет. Если вы готовы работать 3 года в неизвестно каких условиях и не иметь при этом возможности улететь в закат, но он обещал вернуться, флаг вам в руки. Но я себе эту ситуацию немного по-другому представляю. Ну и надо понимать, что работодатель, скорее всего, тоже в стороне не останется. Еще бы. Вы же на 3 года буквально его раб. Или плати. Чтобы лучше все это представить, просто летнюю практику вспомните. О, бесплатная рабочая сила. В смысле учить? Учить вас должны в универе. Здесь работают. При такой системе те 3,5 коллеги, которые идут в педагогические вузы, чтобы реально работать в школе... Ребята, вы мои герои, не сарказм, сил вам и крепких-крепких нервов. Уже не смогут утешать себя сказкой. Ну, хорошие же школы где-то есть, да и в Москве учителя нормально получают. Какое тебе дело до столицы? Ты 3 года будешь работать в совершенно неизвестных условиях. С другой стороны есть плюс. Вот отработаешь 3 года и на твое место нового закинут. Круговорот свежего мяса в природе. Возникает еще один вопрос про козу и баян. А зачем теперь ЕГЭ-то хорошо сдавать и здоровье портить во время этой бесконечной подготовки? Можно же просто пойти на целевое и получишь в итоге плюс-минус то же самое. Да, отработать придется дольше, но ты сам выбираешь то место, где ты будешь работать. Интересно, а что будет с психологическим состоянием молодых специалистов, которые А. В процессе учебы поняли, что ошиблись с выбором. Да, в 17 лет тяжело решить, чем я хочу заниматься до конца своей жизни. Привет, профориентация. Студенты, за которых родители выбрали профессию. Будешь экономистом, как папа. В. По-настоящему заинтересованные молодые люди, Которых закинуть неизвестно куда, просто потому, что нужно закрыть кадровую дыру. Как вы понимаете, сплошные вопросы. Но зато работы обеспечат. Очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Обязательно пишите в комментариях. А если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, так оно наберет больше просмотров. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Например, вот эта новость появилась аж в прошлый понедельник. Если вы готовы меня поддержать, то можете перейти по ссылке в описании и подписаться на мою страничку на Boosty. Там все ролики выходят без рекламы. Кроме того, появляется бонусный контент. Например, мой первый влог из Ламединского ущелья. По-моему, получилось неплохо. Переходите, зацените. Я буду очень благодарен. И, кстати, сейчас вы видите на экране имена самых топовых моих подписчиков на Boosty. Огромное вам спасибо за поддержку. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.